Здорово! Едем, короче, из Волгограда в Кемерово, точнее, за Кемерово, загрузили мы цехуйню, весы, короче, еду с напарником, жену сегодня с утра сдал роддом, кролика сдал на передержку, кота отдал добрые руки, а вот сына, блядь, деть некуда было, пришлось с собой забрать. Сейчас, в этот раз не обычная цехуйня, тут еще поналожили, блядь, коробок еще штук 20 дали, блядь, еле распихалок, даже две пришлось в кабину пихать, а вон, кстати, напарник идет. Напарник, поздоровай себя с людьми, ну. Итак, день второй нашего увлекательного путешествия, 27 августа, Тольяттинская объездная, которая платная, груз едет, все с ним чики-бомбони. Единственное, что пришлось, вот эти передние балки между собой связать, а то они что-то расползаться начали. Напарник, короче, полночи сидел к телефону, время 9, он спит, смотри, коррозин шикарный. Он спит, пока он спит, я, короче, у меня есть новые фонари, сейчас по-быстренькому поменяем их. Готовишь на, на Вьенде, а это в утиль. Самарская область, федеральная трасса, Н5 Урал. Тут на новом машине ехать невозможно, блядь. Я не представляю, как тут ехать на той, у которой подвеска не работает, ну, или там аммотизаторы умерли. Какой-то пиздец. Тут губернатор вообще существует, в этой области ебучий. Или он на вертолете летает, ему насрать на эти дороги. Тогда надо Путина сюда на желтой калинице. Подъезжаем к самому длинному мосту в России. И проезд по нему занимает два часа. Вы скажете, блогер, ты опять таблетки перепутал? Нет, все очень просто. С этой стороны моста московское время. С той стороны моста плюс два часа к Москве. Получается двухчасовой мост. Через реку. Сейчас посмотрим. Река Ик. Икпор. Мосты как переезды во всей стране одинаково разъебаны. Все, два часа жизни вычеркнули. Так, день третий. 28 августа. Карабкаемся через уральские горки. Вчера хватило сил, сил, сил проехать. После Уфы была глухая пробка. Из-за того, что пару ямочек на дороге. И так в целом там до Сима дорога убита лушка. Сейчас тут навигащий пишет, что обход города Челябинск через 186 километров будет. Сегодня надо хотя бы тысячонку проехать. Вчера получилось 900 проехать. Красиво тут, крусило. Кстати, местами температура за бортом падает до плюс 8. Бизину спустилась, там по прохладе должен быть. И машин до хренища просто едет. Сейчас утром мало, а вечером вчера просто бесконечный поток. КамАЗ-собака мощный. По прямой на нем сложно обгонять, потому что он привязан. А вот подъемы, мощностной режим включающий. Пошель, пошель, для всех делать. Ну что, горки успешно пройдены. До Челябинска 60 КМ. Сейчас будет Чебарк вылить. Дорожку сделали с момента моего последнего посещения в эти края. Посмотрим, что там дальше. В Кургане уже осень. Кстати, эти плотины, что весной насыпали, до сих пор остались. И внутри них стоит непонятная жидкость и воняет ужасно просто. С закрытыми окнами даже чутко. Ну и дороги, блядь, полный пиздец. Ну и дороги, блядь, полный пиздец. Вон вода еще стоит. Вон вода еще стоит. Вон вода еще стоит. Вон вода еще стоит. Вон вода уже стоит. Но надо коверить. Продолжение следует... 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 130 он боком наваливает смотри покрыть боком наваливает боком наваливание вот это дурь сейчас никто не задает смотри вот такие тут пейзажи камазел заезжал сюда белый выезжает черный смотри какие пейзажи а это последствия атмосферных осадков просто занесло камазел выезжал такой выезжает блядь вот такой нам ну короче логическое завершение этого рейса я же говорил что везде живут наши подписчики вот пожалуйста город Новокузнецк сейчас пока встреча там живут в Прокопьевске ну и вот все таки мы встретились с Игорем давно тоже общались с Паски начали этого года ну а так мой канал Тойота МН тоже подписывайтесь Игорь я думаю ссылочку в описании оставить я ему скину сегодня ну а так всем хорошего дня хорошего времени суток до свидания давайте до свидания завтра новый рейс